Скорей! 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 Не поржал! Дверь! Не, стар! Не придержала, опять же! Крышка! Мышка, мышка, мышка! Тихо, тихо! Не сшибите меня! Где мышка? Уронь! Уронь! Там что-то упало! Закройте! Ломите! Ломите! Рыжка! Рыжка! Тебе ждали! И там ловите с той стороны! Ловите! Кошку выпущите! Рыжка! Рыжка! Защищай нас! Рыжка, это твоя мишка! Рыжка! Она после таких перетрубаций спрятает уже, скажет, зачем мне это надо! Нет! Берите мне, чтобы все мешки! Они могут быть... Рыжка! Давай! Рыжка! 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 так чтобы она могла мне между мешками стал для 100 вообще убрать там был поход там проход был мы уже отодвигались никита дырка 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 видимо мешка в мешке дырка мишка какой-то какой тот или этот Несу горку, мешком дырак, мешком дырак. Мам, да, вот он. И еще одна вода. Она может быть в этом мешке. Да нет, какой мешок. Ну все, ладно, там заметите и зашейте, возьмите иголку, нитку, зашейте, заплатку поставьте. Зашейте, а там уже остается. У нас как только мыши появились? Отодвинулась сетки, тут же мыша поймала. Она не может туда попасть. Так, все. Пусть хоть на полу лежит, как это нас не касается. Мы таскали мешков. Благослови нас, Господи, не разумеет. Боже всемогущий, слава тебе. Если тебе дары, посылаем мы тобой слово, мы с тебя молитвой. Аллилуйя, аминь. Аминь. Я сегодня, Молодя, пошел искать бревно, или как назвать, на кочеве, там сгнило. И первый увидел место. Это важное событие для нас. И мы там все это убрали. А деревеночки во время пришли, как и кричали. Надо смотреть, чтобы там их не было. Ну, я взял лопату, начал здесь подрезать. И с Димитром пробивается после дождя крапива. Репетички голыми ногами, и даже обожжет, он не понимает откуда. А там, ну, лепесток только нет. И гляжу, и идет, иллюсовета. Голова поднял, и идет вперед. Рассказывает, Егор. Я говорю, Егор, а ты куда? Даша, Егор, ну-ка рассказывай, как ты ответил. Иди-ка туда. Я тоже на грани, думаю, как он будет отвечать. Ты еще ответил? Я пошел проводить Лизу, сэр. Я ему говорю, это самая главная ценность. Ты не должен отвлекаться, никуда по ней, никуда попало глазами водить. Ты должен довести, ну, темно-хранитель. И вернуйся с молитвой. Ты понял? А ты как показал мне? Да, сэр. Все. Вот как у нас делается, мать. Все, и пришел, и лепесток дома. Вот так надо работать. А тут приезжает брат Владимир и говорит, Даша, расскажи нам про этот улов. Что это за рыба? Это дала Лена Барабаш. Их, Игоря Барабаша, отец, наловил и засушил. Александр Александрович, а что за рыба? Говорят, карась. Нет, это не карась. Но это не карась, да. А там в другом мешочке какие-то карасики, она говорит, было. Кто скажет, что за рыба? Колем. Давай. Колем. Курия. Ну, не галия. Ты мог назвать акулой. Ну, что примерно? Ну, это не одна рыба. Это, вы видите, продонговатая. Как карась. Ну, по-моему, нет. Это мелкий карась. Похож на карась, а? Ну, нет, это не карась. А? Это не карась, нет. Нет, это не карась. Это мелкая для карась. Только что вылился. Желтая на глазах. А кто? Какая-то плотва. Нет, не плотва. У меня красная глаза, здесь желтая глаза. Ну, на плотву она похожа. Ну, мужикам падла. Это не давать, потому что тут кости еще. Садимся, ладно. Пославу. А подбегайте наши бабушки. Нас еще поможем палки какие-то, бренышки, и поднять ее нужно. А так они все равно будут грызть. На полу будет грызть, а они не грызть. Да, ну, если только мужикам разрешается. Женщина, с него есть, это будет. Суп будете первое? Чуть-чуть, по какой порции. Елец или моргополку. Еще есть. У нас есть бенажей. Чебак. Чебак. Аминь. Это плотва, кажется. Говорят, на чебака похож. Чебак. Вот, чебак. Я его ловил. Нет, нет. К этой рыбе крошку пива еще же говорят, что... А братья говорят с квасом. С квасом. Да, с квасом. Братья говорят, что... Зачем ему еще... Паспорт. Паспорт. Рыба. Это, Никита, тоже ближе.